Друзья, всем добрый день! Здравствуйте! Хотя у кого-то, судя по географии сегодняшнего эфира, возможно уже не день, а поздний вечер, а то возможно и утро, мы ведем онлайн из Санкт-Петербурга. Как видите, солнечного, великолепного Питера, отчего настроение у нас сегодня просто великолепное, восхитительное, так как, сами знаете, Петербург нечасто балует нас солнечной погодой, особенно таким теплом. Так жарко, что я же буду параллельно утолять жажду одним из лимонадов в нашем ресторане. Сегодня, да, несмотря на то, что человек подготовит дома, я себе сделал такую интровизированную полудомашнюю обстановку. Меня самого зовут Антон Аморизов, я шеф-повар и совладелец ресторана Коменс, что, естественно, в Петербурге. Именно отсюда я и веду сегодня онлайн-репортаж. Мои давние друзья компании Метро предложили мне показать один из своих любимых рецептов. И, откровенно говоря, дома я готовлю его реально очень часто. Как видите, никакого специального оборудования у меня здесь тоже нет для того, чтобы в полной мере передать атмосферу готовки дома. Как шефы готовят дом. Вот примерно, на самом деле, так оно и есть. Помимо этого, вы можете знать меня по разным проектам, в том числе участию в фестивалях Метро, по моим программам на телеканале Еда, с которым долгие годы я сотрудничаю в качестве ведущего. И если вы из Северо-Западного региона, то наверняка вы знаете все эти автозаправочные станции Неста, бренд-шефом, которых я являюсь. Что я сегодня буду готовить и вам показывать? Это, как я и сказал, одно из моих самых любимых блюд – это сэндвич с лососями и ботанами. Относительно недавняя позиция в нашем меню, которая была для им спецпредложением. Прочитывало не очень долго, мы часто стараемся менять меню, поэтому эта позиция радовала наших гостей какое-то время, и потом мы ее убрали. И один из ключевых факторов и причин, почему я выбрал именно этот рецепт, в том, что эти продукты я действительно покупаю в Метро постоянно. Я точно знаю, что это продукты высочайшего качества, я точно знаю, что они по приемлемой цене, и как батат, так и лосось, и цитрусовый, и сливочный сыр и конзу, я точно знаю, что все это есть в гипермаркетах Метро, поэтому можете прямо сейчас, в просмотре этого онлайн-эфира, записывать рецепт, записывать продукты, тут же бежать в магазин Метро, пока смотрите наш эфир, все это покупать и готовить дома. Рецепт суперпростой, сейчас буду подробно вам рассказывать, что это. Основа его – это знаменитый бейгл. Уверен, что вы знаете, это блюдо, этот продукт, это считается таким ядрейским сэндвичем, в первую очередь нью-йоркским. В Нью-Йорке он стал очень популярен. Вот, когда-то в ядрейской общине стали готовить этот продукт, это блюдо, и сегодня я, как я и сказал, беру за основу бейгл, но у меня будет обыкновенный вот такой сэндвич. Что такое бейгл? Это тоже сэндвич, чаще всего холодный, только вот здесь, в дырке посередине. Это супертрадиционная нью-йоркская такая история. Так вот, наш сэндвич, мы не стали называть его бейгл, а именно сэндвич, мы готовим с использованием картофельной булки. Вот этой прекрасной картофельной булочки, знаете, штука очень известная, видите, какая мягкая, великолепная, да, вот можно близко показать, великолепная мягкая булка. Такой текстуры мы достигаем благодаря использованию картофеля в рецепте. Штука традиционная, да, многие используют картофельный крафтмал, чтобы понизить уровень глютена в булочке, либо добавляя картофель. Но мы пошли немного дальше. И в своей булочке мы используем жареный картофель, что, на мой взгляд, значительно усиливает вкус, делает его более интересным. И, в отличие от обычной картофельной булки, реально дает булке вкус жареного картофеля, что, как вы понимаете, и с бататом, и с лососем сочетается прекрасно, дополняет офигенный сэндвич. В целом, да, мы просто жарим картофель во фритюре, потом варим его в воде, делаем пюре, и в рецепте, по сути, просто сдобного теста с молоком, яйцами, маслом и дрожжами используем не только пюре картофельное, но и воду, в которой этот картофель варился. Так вот, возвращаясь к истории бейгла. Самый традиционный бейгл, который только вы можете знать, это, конечно, бейгл с лососем. Оно, естественно, не сырым лососем, а реально моим самым любимым. Это лосось с слабой соли. Лосось шеф-пасола, малосольный, слабосоленный, можно называть его как угодно. Это совершенно великолепный продукт, который я, нет-нет, да и подворовывал в процессе, когда это блюдо было у нас в меню. Спрашивают, булочки вашего приготовления или из метра? Булочки нашего приготовления. Я уверен, что в метра, безусловно, булки не менее замечательные и крутые, но здесь вся суть в особенности рецепта. Изначально ресторан «Комманс» – это место, которое специализируется на работе с фермерскими хозяйствами. У нас их довольно великолепно свежайший лосось. У нас их довольно много, и больше половины продуктов, которые мы используем, нам привозят небольшие ребята, которые работают в небольших хозяйствах в Ленинградской области. Это и мясо, и овощи, и рыба, и множество других продуктов. Поэтому, когда мы вынуждены были закрыться на время и попытаться поработать на доставке, каким-то образом потолкаться локтями и выжать, мы придумали делать фермерский стритфуд. И с этого и начали. Мы взяли у фермы родные ладони обалденное мясо для котлет, для бургера, очень ароматное. И стал вопрос, что делать с булочками. Потому что я считаю, что главный секрет любого бургера это котлеты и булки. Так вот, и мы сделали булку картофельную, более мягкую, с жареным картофелем, чтобы усилить вкус. Рецептом ты поделишься потом когда-нибудь? Очень много страшного. Да, я могу, да, поделюсь рецептом с удовольствием. Давайте так поступим. Когда мы закончим этот фермер, мы его сохраним, я передам его компанией Метро. Загляните в него еще раз в аккаунте или лучше на YouTube канале Метро. И там в описании я обязательно добавлю рецепт к картофельной булочке. И не поленитесь, потом напишите мне в Instagram. Меня там легко найти, Антон Обрезов. Напишите, получилось ли у вас. Если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я с радостью на них отвечу. Так вот, быстренько возвращаемся. Слава Солену Лососьу. У каждого есть рецепт. Самое простое, просто сыпать его крупной солью на несколько часов. Дальше можно экспериментировать как угодно. Итак, для начала, что мне понадобится для малосольного лосося? Я люблю не взбивать его кислотностью или большим количеством трав, лимоном или прочим. Что использую я для своего любимого рецепта малосольного лосося? Значит, во-первых, здесь смесь крупной соли и тростникового сахара. Пропорции примерно 30%. То есть, на 100 грамм соли использую примерно 30 грамм сахара. Для чего это нужно? Ну, в целом, для баланса. Потому что не очень хочется мне, чтобы лосось был слишком солен. Сахар добавляет и вкус свой прекрасный, потому что он тростниковый, демерарный. И, конечно, сладость. Важный такой компонент. Что я сейчас делаю? Расскажу вам, как я обычно готовлю, и в ресторане в том числе, слабосоройный лосось. Для этого я использую вот такое вафельное полотенце. Это суперудобная штука. Достаточно лишь просто накрыть этим полотенцем лосось и все специи, соль положить сверху. Что мы получаем? Весь, все вкусы останутся в лососе. Он будет просолен, он будет со всеми травами, все будет круто, но не нужно будет потом его промывать. Достаточно поднять это полотенце, и все будет замечательно, окей? Поэтому так и сделаем. Вместо полотенца вы можете использовать... На самом деле, полотенце не можете. Марля идеально подойдет, будет супер. Так вот, лосось. Как я и сказал, все продукты привезли метро, соблюдая все правила безопасности. Сейчас это особенно важно. Поэтому круто, что метро идут навстречу, и все их соблюдают. Лосось изначально я промыл, филе зачистил его, и теперь вот просто беру такой вот красивый кусочек. Итак, засыпаем все это обильно солью. Слегка придавливаем, да, чтобы соль не ушла никуда у нас. Супер. Далее. Вот теперь начинаются, друзья, самые-самые интересные. Специи, которые я добавляю. Мне очень нравятся три из них. Естественно, базовая – это смесь перцев. Использую везде и всегда. Везде, когда пишу рецепты, или рассказываю людям, или показываю, везде рекомендую использовать... Во-первых, ни в коем случае не молотый. Пожалуйста, не надо этого делать. Используйте всегда цельные зерна. Полотенце влажное? Нет, полотенце абсолютно сухое, друзья, абсолютно. Я рассказываю, как я обычно это делаю. Если у вас есть свои секреты, как делать слабосоренную лосось, пожалуйста, делитесь ими. Раньше я всегда не использовал вот это вафельное полотенце. На самом деле, вы можете не использовать его, если у вас нет ман или полотенца. Ничего страшного. Прямо на сырой лосось посыпаете. Единственное, потом нужно будет потратить чуть больше времени, чтобы удалить лишнюю соль, специи и так далее. Сколько соли ты на килограмм рыбы? Я дам вам потом в рецепте, сейчас сложно сказать, примерно тоже процентов 40 к весу. Примерно. Это все зависит не столько от веса, сколько визуально. Если вы используете, например, форель, вам потребуется чуть меньше соли, потому что кусочек тонкий. Если используете вот такой, как у меня, крупный кусок, нужно будет больше. Здесь все это, я бы не сказал, что стоит использовать конкретные пропорции. Далее, семена фенхеля. Волшебная совершенно специя. Во-первых, рыбная, да, как мы все с вами знаем, практически любой рыбе фенхель идет, и идет великолепно. Но он яркий, поэтому не слишком много. Кориандр. Естественно, кориандр. Тоже немного сверху хорошо придавливаем. Супер. Чем больше специй, тем лучше. То же самое с солью. Чуть больше соли добавим, чуть меньше времени потребуется для того, чтобы приготовить. Что мы делаем дальше? Вот эти два прекрасных компонента тоже пойдут. Это укроп. Это такая история с классическим скандинавским гравлаксом. Супер традиционное блюдо, дойдет немножко. Это тоже слабостровый лосось, разновидность его. Там мы используем водку, как я и сказал, укроп, чуть-чуть лимона. И в целом такая базовая технология. Поэтому здесь мне нравится очень укроп в слабостровенном лосоще. Чуть-чуть вот так дали ему сок, чтобы ускорить процесс соления. И сверху выкладываем укроп. Он классно подчеркивает аромат слабостровенного лосося. И, в общем, на мой взгляд, всегда актуален, всегда в тему. Далее апельсин. Не вполне традиционный для засолки цитрусовый. Он больше дает нам аромат, нежели вкус. Но, тем не менее, здесь это особенность рецептуры. Потому что апельсин будет у нас еще и в креме из ботата сливочным. На нем я оставлюсь чуть позже. Поэтому, чтобы объединить все эти вкусы, я добавлю немного апельсина. Просто сверху. Вот так вот. И с лимоном история чуть сложнее. Кто-то добавляет его обильно, но это портит визуальную составляющую. Это немножко делает цвет лосося более бледный. Поэтому я не рекомендую добавлять сок. Тем не менее, мне нравится наличие кислотности у лосося. Поэтому я просто возьму два тонких слайса. И точно так же положу сверху. И все. Это как раз то количество, которого будет, на мой взгляд, достаточно. Даст нужную кислотность, даст аромат. Но не слишком сильно перебьет все вкусы. Вот так слегка придавливаем цитрусовые, чтобы они дали нам сок. И все. Теперь аккуратно. Опять же, да, удобство великолепного вафельного полотенца. Аккуратно все заворачиваем. И теперь отправляем вот это вот все в холодильник. В зависимости от толщины рыбы, 8-12 часов должно хватить. Кто-то делает 24 часа, попробуйте несколько вариантов и решите для себя, какая именно текстура вам нравится больше. Я люблю, когда лосось сохраняет свою натуральную жирность и текстуру. Поэтому я стараюсь 8 часов, на мой взгляд, идеально. Все. Это в холодильнике. Что будет дальше, я думаю, все вы знаете. Лосось станет более плотным. Он очень мягко просолится. Он не будет слишком соленым. А будет таким приятным, жирным. В общем, если честно, я про лосось слабосоленого готов неделю просто рассказывать. Мне он очень нравится. И если я начал его есть, я просто могу не останавливаться. Реально, съесть очень много. Итак, что мы делаем дальше? Батат. Как я и сказал, за основу я взял бейгл, рецептуру бейгла, его традиция. Классика нью-йоркского бейгла. Это лосось и сливочный сыр. В него добавляют зеленый лук, иногда обычный лук, соль, перец, все. Просто вот эта вкусная булочка, лосось и сыр. Иногда немножко укропа, иногда огурец. Но это вот два ключевых компонента. Увидев в метрах классный ботат за просто невероятную цену, я не помню точно, почему я его покупал, но, в общем, было реально дешево. Это было ровно месяц-полтора назад, был сезон ботата. И он был просто, его очень много, полки были забиты ботатом в метр. Я решил его использовать. Долго думал, какую же текстуру использовать, какую форму. Короче говоря, мне показалось, что идеальным сопровождением лососа в сэндвичах с лососем будет сливочный сет с добавлением крема из печеного ботата. И оказалось, что я был совершенно прав. Итак, для начала, чтобы приготовить этот компонент, мы берем ботат. Просто слегка солим прямо так. Такой, легкий такой. Не сказать, что подушку, но чуть солим его внизу, чтобы он дал больше сока. Дальше, сейчас мы чуть-чуть сбрызнем это растительным маслом, просто сверху, ничего без фанатизма. И отправим это в духовку. Что мы делаем? Как я и сказал, рецепт будет внизу. Мы берем смазанный маслом ботат, чуть подсоленный. Ничем не закрываем, отправляем прямо так в духовку. Почему не закрываем? Мне нравится, когда снаружи ботат все-таки слегка запекается. Это тоже дает свою важную такую маярную нотку, хвостную реакцию маяра. Более яркий, более карамельный вкус. Лишняя влага, опять же, уходит из ботата, что тоже концентрирует вкус продукта. Просто в духовку, градусов 180-190, в зависимости от размера ботата, 15-20, ну максимум 30 минут. И он будет готов. Здесь я должен сделать вот так. Как бы здесь появится. Прошло 30 минут. И, о чудо! Вуаля! Запекся ботат. Смотрите. Это все современные технологии. Вот таким он получается. Он легко, даже не ножом, а прямо вилкой, легко протыкается. Супер мягкий, вкусный ботат. Во-первых, его можно есть прямо так. Никаких проблем. Теперь мы таким вот образом уберем кожуру лишнюю. После запекания дайте ботату остыть немного, как это сделал я, и он не будет обжигать. Как видите, благодаря способу приготовления кожура от ботата отходит, ну сама практически. Даже делать ничего не нужно, и все. Чувствуется легкая соль на поверхности, потому что мы подсолили его снаружи. И это удобно. Теперь, что мы делаем? Мы берем миску и отправляем ботат прямо сюда. Это нам не нужно. Zero waste, да? Ничего не выбрасываю. Зато можно сделать, кстати, чипсы прекрасно, как из картофельной кожуры. Потому что, на мой взгляд, вкуснее картофельных чипсов могут быть только чипсы из картофельной кожуры. И с ботатной тоже можно их использовать. При какой температуре ты запекаешь? Ботат я запекаю где-то 180-190. Ну, давайте 190 пусть будет. Ориентировочно полчаса. Это зависит от размера ботата. Но, в целом, я думаю, должно хватить. Может быть, 35 минут. Я бы не стал сильно увеличивать температуру внутри, потому что не хочется, чтобы ботат полностью у нас сгорел. Итак, пока он теплый, вилкой будем раздавливать ботат прямо вниз. Как я и говорил, мы не используем никакие особые технологии. Мы не используем здесь оборудование какое-то сложное. Технологии просто интересные. Надеюсь, для кого-то из вас они станут новыми. Или вкусы, которые я предлагаю здесь использовать. Вот, как видите, легко давится ботат, никаких проблем. Такое получается вкуснейшее пюре. Здесь у нас ботат, сливочный сыр. И добавляем прямо туда. Такую жирную, классную ложку сливочного сыра. Давайте еще немного добавим. Все, не будем пачкать сливочный сыр. Лужку отдельно. И точно так же сыр замешиваем. Если готовите на глаз, я вообще всегда рекомендую готовить только на глаз, друзья. Потому что забудьте о технологических картах, забудьте о рецептурах, обо всем вот этом. Это не имеет никакого значения. Есть только вы, ваш вкус, ваш опыт, ваша вкусовая палета. Когда вы повторяете за кем-то рецепт, даже если он написан идеально, даже если вы повторяете его идеально, это не имеет никакого значения, потому что это не ваш вкус, а чей-то. Вы можете повторять рецепты, когда вы учитесь готовить. Когда вы находите для себя новые техники или новые рецептуры. Или это какой-нибудь интересный рецепт из далекой страны. Когда вы готовите его и пробуете вот эти нюансы вкуса. Например, в какой-то стране любят более жирные вкусы. Какое-то более кислое. Когда, например, знаменитое нынче блюдо севиче, оно, скажем, в Перу готовится одним образом. Оно очень кислое, очень яркое и насыщенное. Мы же здесь любим его более мягким. Поэтому, если у вас нет возможности, например, посетить Южную Америку, то да, вы можете повторить чей-то рецепт, попробовать какой вкус там. И дальше сделать вывод для себя, каким хотите видеть вы его на столе вместе с вашими родными и близкими. Поэтому всегда готовьте не текстом, а готовьте головой, готовьте сердцем. Это очень важно. Какой срок хранения у блюда, которое ты готовишь? Ну, срок хранения у конкретного блюда невысокий. Если не ошибаюсь, Санпин припишет нам его хранить 6 часов. Если я не ошибаюсь, потому что здесь есть сливочный соус. Я не силен в этой истории, но думаю, что недолгий. Если говорить конкретно о этом блюде у меня в ресторане, оно готовится под заказ. Как бургер, например. Мы же не храним бургер в холодильнике в какое-то время. Если же говорить конкретно о заготовке, что, наверное, чуть более актуально. Ну, давайте так. Я буду говорить о реальности. А вы уже применяйте под свою специфику бизнеса, как хотите. Реально эта штука в вакуумном пакете может храниться, я думаю, что 2-3 дня без каких-либо проблем. Сюда мы сейчас добавим немножко кислоты, здесь есть соль. И это тоже своего рода консерванты, в своей степени они работают. Поэтому сама заготовка хранится, в общем-то, какое-то время. Лосось, я думаю, что будет храниться до дней 5. 4-5 дней без потери качества, 100%. Но, как я и сказал, здесь я не самый удачный пример хранения. Потому что у меня ресторан очень маленький, и чаще всего все мои рестораны очень маленькие. Поэтому мы многие продукты, мы не храним их больше 2 дней. Они всегда суперсвежие, мы стараемся не морозить, а готовить все, ну, не из-под ножа, но с минимальным сроком хранения. Поэтому тестите, пробуйте, смотрите. Дальше. Сейчас сразу добавлю сюда все необходимые компоненты. Я помню, что ты готовишь. Я помню, что ты готовишь. Добавлю я, друзья, сэндвич с лососем, ботатом, соусом бонзу. Это такая моя авторская интерпретация классического нью-йоркского бейгла. Лосось его разосолил. Дальше запек ботат. Сейчас делаю ботат со сливочным сыром. Вкуснейшую, ароматнейшую смесь, в которую я сейчас добавляю немного соли. Свежий молотый перец. Обязательно свежий молотый. Я намолол его буквально несколько минут назад. Дальше сюда мы добавим обязательно лимонный сок. Лимонного сока нужно будет много. Здесь я использую на, скажем так, где-то 80 грамм сливочного сыра и, я думаю, 160-200 грамм, 180 даже, наверное, грамм ботата в сыром виде. Соответственно, в запеченном где-то 140 я использую практически целый лимон. Почти целый лимон. Почему? Потому что, как вы помните, мы добавляли довольно небольшое количество лимона в лосось. Поэтому сам лосось в лосось будет больше жирным, чем кислым. Поэтому блюдо необходим. Баланс. Видите, вот весь этот лимонный сок очень много. Мы добавляем сюда. Далее я использовал небольшой кусочек апельсина в лосось. И сюда, чтобы связать все эти вкусы, мы добавляем немного цедры апельсина. И немного сока. Зеленый лук, как я и сказал, важный компонент сливочного сыра для бейгла. И здесь мы, конечно, не обходим его стороной. Вообще зеленый лук какой-то, знаете, забытый что ли компонент. Его редко используют в современных блюдах. В основном только в салатах и прочем. Но мне кажется, что забыт зеленый лук незаслуженно. Он, конечно, не так популярен и не так, может быть, универсален, как петрушка или кинза, или даже укроп. Но, тем не менее, ему можно найти применение в любой кухне. Довольно крупно режем его. И добавляем точно так же в пюре из батата со сливочным сыром. Все, я теперь тщательно это перемешиваю. Так, пробуем, как получилось. Давайте еще чуть-чуть соли. И что еще? И перец. Свежемолотый перец. Здесь есть все, что я хочу. Я отчетливо чувствую батат. Есть вот эта приятная сухость, жирность от сливочного сыра. Соль, перец, все в балансе. И, конечно, важнейшая такая часть аромата в этом блюде, это, естественно, зеленый лук и апельсиновый цедр. Они делают этот компонент завершенным. Итак, это готово. У нас готово пюре из батата. Лосось я поставил солиться. И теперь снова делаем вот так. Все, здесь появляется, прошло 8 часов. Прошло 8 часов и лосось готов. Лосось прекрасный, восхитительный. Уже здесь у меня. Открываем его. О, Боже! Куда исчезли специи? Куда исчезли? Ну, на самом деле, друзья, чтобы не занимать ваше время, чтобы показать вам не только начальный результат, не только способ приготовления, но и то, как должно быть на выходе, я, конечно же, лосось сделал заранее. Сделал его вчера и вот готов вам показать это великолепно. Смотрите, что сейчас даже отрежу, и вы увидите на срезе, какой великолепный он получился. Давайте вот так, чтобы... Я потом не переживайте, я его обязательно съем, кусочек. Вот, друзья, вот только посмотрите, какой вкуснейший лосось продается в магазине метра. Конечно, не надо. Вот, давайте вот так даже, чтобы было тоже видно. Вы, к сожалению, не видите, а я могу заметить, как длинная-длинная свина у оператора... У оператора куда-то, значит, падает? Как? Круто. Класс. Как я сказал, мало кислотности, чтобы подчеркнуть жирность, характерную волшебную жирность лосося. Но благодаря тому, как раз, что рыба супер жирная, и в процессе просолки идут те необходимые процессы, чтобы он стал мягче, белок сворачивается крупным образом, но все-таки вся не в этом. Благодаря жирности этой рыбы, она с удовольствием притягивает все нужные нам ароматы. С удовольствием. Здесь есть и укроп, и тонкий фенхель, и так далее. Приготовив это, вы точно заметите разницу между этим лососем слабой соли и таким, знаете, традиционным магазином, в котором, конечно, ничего этого не используется. Итак, можно его нарезать. Какая красота, господи. Спасибо компании «Метро», что накормила весь ресторан новости. Уф, аж жусь. С ума сойти. Как вы понимаете, от сушепа такое услышать удается нечасто. Для меня это абсолютно наркотическая история. Вы извините, но я начну есть уже просто. Я не могу, правда. Это для меня как красная тряпка. Я, ей-богу, обожаю. Вот этот красивый кусочек. Поэтому убираем. Что мы с вами делаем дальше? Так, вот так вот делаем, друзья, чтобы не использовать рыбную доску. По-моему, раз. На самом деле, я уже могу потихоньку двигаться в сторону сборки. Булка. Та самая, да, помним, булка картофеля, да? Да, смотрите, как она получается. Несмотря на малое количество блютена, все равно поры отчетливо видны. То есть она реально очень мягкая, очень хорошая. Для бургера мы ее обжариваем, для сэндвича мы делать это не будем. Итак, значит, что мы берем еще для сэндвича с лососем? Я всегда использую айсберг. Да, я знаю, такой, знаете, слишком традиционный, немножко попсовый салат. Люди там иногда используют более дорогой лотук. Но найти очень сильно сложно. И, на мой взгляд, в любом поэте айсберг почти незаменимая вещь благодаря своей уникальной сочности, текстуре. Он супер хрустящий. И вот эти слои как раз айсберга дают нам нужный результат в этом сэндвиче. Поэтому я считаю, что здесь идеальные айсберга, ну, сложно что-то подобрать, кроме слов восхищения. Нарываем яну, отрываем айсберг, сколько нужно. Довольно много, как я и сказал, мне нравится, когда таких хрустящих слоев очень много. Отлично. Итак, далее. Красный лук, естественно. Естественно, красный лук. Разные к нему, знаете, отношения к красному луку. Кому-то он кажется слишком агрессивным. Ну, вот, правда, мне абсолютно самое то. Если есть слайсер, воспользуйтесь слайсером. Если нет, то просто можно острым ножом. Я даже замачивать его в воде, знаете, не буду. Если вы все-таки боитесь агрессивности красного лука, просто положите его в ледяную воду где-нибудь на полчаса, на час. И будет то, что нужно. Он не будет таким ярким, но, правда, мне нравится это его агрессивность. В таком нежном, да, и в жирном, по своей сути. В блюде, по своей сути. Да, в жирном блюде. Заговариваюсь уже. Потому что, опять же, мы помним, что та же булка, в ней довольно много сливочного масла. Она приготовлена, ну, практически в стилистике бриоши. Поэтому нам важно, чтобы, ну, важно учитывать все грани вкуса. А какой хлеб взять в метро? Хлеб, смотрите, из этого получится офигенный смориброд. Вы можете взять зерновой хлеб с семечками. Ну, не факт, что он будет в наличии, но, тем не менее, вот, если есть, то круто. Можно взять любую булку для бургера. Можно взять круассан, кстати. Вот эта штука в круассане будет очень, очень, очень хороша. Поэтому, в целом, выбор огромный. Тоже попробуйте, посмотрите. Я даже не знаю, что будет лучше. Наверное, если вам нравится более такая нордическая стилистика, то возьмите какой-нибудь даже бородинский хлеб, будет крутой. Тоненький кусочек хлеба. Все выкладываем сверху и будет супер. Так, далее. Огурец тоже добавим в блюдо. Точно так же. Нарезаю. Огурец. Тоже он хрустящий, свежий. Тем более, да, сезон уже лета идет, и огурцы сейчас найти довольно просто. Это такой в традиционной рецептуре, что круассана с лососем, что сэндвича с лососем. Это соевый соус с такими цитрусами, с юдзу в том числе, с лимоном, да, как у меня здесь, который дает такое очень, очень заметное и в то же время очень локальное такое усиление вкуса. Поэтому все, для чего мне нужен конзу, я просто несколько капель уже готовый сэндвич на кусочке лосося вот так полил. И это как раз то, что тот способ найти умами практически в блюде, где по сути его нет. Здесь сложно добавить там кусок пармезана или помидор или что-то еще. Мне кажется, это будет лишнее в блюде. А вот как раз конзу, учитывая, что цитрусы я использовал практически в каждом, ну, в двух компонентах, в лососе и в креме из ботата, есть цитрус. Поэтому конзу тоже будет объединять все эти вкусы и в то же время усиливать общий такой вкус сэндвича с лососем. Итак, меньше слов, больше дела. Ботат выкладываю на нижнюю булочку. Мне очень нравится это блюдо еще за его летние цвета. Очень они приятные, нежные, такой персикового оттенка крем из ботата. Дальше на крем выкладываем айсберг. На него кусочек лосося. Так как, ребят, я делаю себе этот сэндвич, я могу забыть о слове себестоимость и о слове технико-технологическая карта и норма выкладки лосося в сэндвич лососем и положить его ровно столько, сколько я хочу его положить. А не столько, сколько мне диктует здравый смысл и голос разуму. А, конзу, естественно, как я и обещал. Сам конзу. Вот сюда я сейчас вылью. Можно кисточкой, либо прям вот так тыльной стороной. Несколько капель. Сверху много не надо, будет очень кисло и сладко одновременно. Поэтому здесь только конзу нужен для усиления вкус. Так, давайте делаем так, чтобы ничего не упало. Потому что от такого количества лосося я уже чувствую, что рожебулка не выдерживает. Дальше огурец. И, конечно, красный лук. Ну, красный лук здесь, наверное, больше по вкусу. Мне нравится, как я и сказал, что его много. И давайте, знаете что? Еще верхнюю булку тоже смажем. Фотатом. Потому что, если честно, я голодный. До ужаса просто. И теперь, внимание, вот так. Давайте, такой бы он. Наверное, стороной красиво показать. Все, друзья, готов. Великолепный сэндвич. Сейчас я переложу его. Ох, боже, тяжеленно иду. Переложу его на тарелку. И. Смотрите. Ну, это же просто секс. Да? Это же секс. Давайте вот так даже. Со всех ракурсов нам нужно его снять. Супер. Потому что я точно знаю его вкус. И, поверьте, он замечательный. Сбалансированный. Много лосося. Булка добивает все это прекрасным картофельным вкусом. Ну, вот он мой сэндвич лососем. Я очень надеюсь, что вы его приготовите. Надеюсь, что вопросов не осталось. Я все показал максимально подробно. Как что делать. Вы увидели, как нужно заготавливать лососи ботан. Вы увидели на финише, какими они должны быть. И вот так, как нужно собрать. Такой трибьют нью-йоркскому бейгу. Надеюсь, получилось. Поэтому готовьте. Покупайте продукты в метрах. Соблюдайте безопасность. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на меня. Антон Абрезов. Собака Амрезов в инстаграме. Задавайте вопросы. Если будете готовить сэндвич, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на Метро. И будьте счастливы, здоровы. Спасибо всем, что нас смотрели. Все. А я пошел уничтожать этот сэндвич. Спасибо.